если бы например тот самый израиль ввел какую-то правильную агрессию ну с какой-то точки зрения вот с его религиозной то были бы какие-то результаты а результатов этих положительных нет кроме самой войны которую он вот тут недавно развязал больше нет никаких результатов а война сама без обоснования положительного она становится резко отрицательной поэтому и возникло такое противодвижение там на ближнем востоке сейчас они там все переделутся между собой потому что каждый из них основал религиозные государства противоположного толка и эти религии начнут пожирать друг друга и все соседнее правильный процесс я считаю ну как бы это не тяжело слушалось но я считаю для сегодняшнего момента он не то что правильный он закономерный он закономерный он должен был произойти потому что потенциал религиозный вот в этих странах он годами накапливался и он должен был на чем-то разразиться как такая вот искра и вот пожалуйста разразился я кстати ни одной из этих стран не желаю продолжение войны бой не потерь я скорблю по всем потерянным душам погибшим людям особенно по детям я всегда вам это говорю и оставил на позиции гуманитарности я не могу переживать вот эту самую бойню хотя и понимаю ее разумом что это механизм обретение власти контроля и управления над огромными массами человечества нужен этот контроль над массами нужен и знаете чтобы мы с вами не думали плохого естественно плохого есть и хорошие в этой системе потому что чем больше народа на нашей с вами земле тем больше опасность от каждых группировок в том что в какой-то части этой земли будет проявляться тот или иной перекос в ту или иную сторону и вот дальше дальше на этой всей платформе того что я вам сказал на вершине этой социальной пирамиды находится уже та самая макушечка помните который тетра грамоте он может быть я неправильно даже произнес но я сейчас специально произнес такое слово четырехгранное четырехгранное божество которое сияет верхушечкой на той самой социальной пирамиде и вот это сегодняшнее божество она некоторыми людьми и теми кукловодами которые это все производят поняли и производят она осуществляется в форме мирового правительства которого как некоторые заявляют не существует но давайте вспомним выступление президента россии владимира путина не так давно он об этом сказал он что мир должен быть многополярным нельзя в один полюс ударяться всем и про мировое правительство и про глубинные государства были и прямые слова и намеки и рассуждения это все вот из той области о чем я вам сейчас и рассказал просто может быть мы понимаем немножко по разному саму систему но система только такая она построена на человеческом разуме который другого выдать ничего не может поскольку алгоритмы разума они только такие других алгоритмов в человеческой природе нет а разум я вам впервые это говорю и может быть сделаю отдельный на эту тему эфир или даже книгу разум это отдельное существо которое человек человеку как таковому отношение не имеет человек использует возможности разума и разум это существо которое живет собственной жизнью поэтому когда мы обращаемся за помощью к разуму мы используем его возможности которые предустановлены для всех абсолютно одинаковы мы не можем придумать ничего супер нового по отношению в данном случае к своему сообществу и своему вот такому большому человеческому стаду поэтому сегодня мировое правительство уже есть она в зачаточном относительно положение но она имеет уже свои институты какой институт мирового правительства вы знаете первый самый древний один из самых древних это красный крест в чем его фишка он проникает способен проникать в любые места сражений под каким-то благовидным предлогом и его трогать нельзя все вот этот красный крест это скажем так ну не разведчики это определенная структура которая может проникать везде второе организации объединенных наций это политический парламент парламент управления всем миром она поэтому так и называется организации объединенных наций хотя правильно можно было бы назвать организации объединенных государств потому что она объединяет не нации а государство но вот так уж сложилось исторически дальше есть другой институт федеральная резервная система она не относится к соединенным штатам она не относится ни к одному государству она экстерриториальная и только она имеет право выпускать деньги деньги как инструмент государственного строительства государственного еще не существует межгосударственных денег но я вас уверяю что они скоро будут выпущены это будет какая-то отдельная купюра которая не будет привязана ни к одному государству сейчас пока существуют биржи на которых трансформируется доллар в евро евро в рубль и так далее то есть одна валюта одного национального государства в другую валюту другого национального государства единого средства обмена деньгами не существует но я думаю что он скоро появится и евро это была первая попытка вот такого внедрения конечно это будет никакой не юань как сегодня нам пытаются навязать это идет опять межгосударственная война вот в этом плане что давайте юань давайте рубль давайте рупию там еще какую-то и как только китайцы заявили что они хотят юань свой положить в международные это самое мировое сообщение денежное то их сразу начали колпашить все остальные страны которые хотят такого же как только американцы сказали что давайте сделаем доллар ну как бы он уже и так вот давайте его закрепим уже законодательно по америке стали бить еще более из сильных орудий поставили туда барака обаму поставили туда байдена и посмотрите америка упала на 70 процентов в мировой своей значимости только двумя вот этими выстрелами особенно первым тем байден просто немножко добил барак обама просто утопил америку и утопил ее в том оружие которое сегодня называется миграция все и даже еще было одно оружие это само его появление и подобных ему там в этих самых коридорах власти потому что раньше такого никогда не было ни в какой части мира америка выпендрилась таким образом потерял свою государственность практически до нуля не существует сегодня этой страны на том уровне на котором она была ну скажем так еще лет пятьдесят тому назад вот и вся песня это все войны которые вот такого плана идут они осуществляются как раз уже на над государственном уровне где государство воспринимается как игроки конкурирующего плана между собой я вам уже говорил про эту самую затею с юанями сегодня такая же затея пришлась и на израиль израиль захотел оставить за собой систему управления если все это создано мировое правительство то израиль просто решил что он трансформируется из государственного управления туда в над государственное управление своих людей туда пошлет и они за собой притащу ту самую религию ветхого завета и израиль будет опять наполняться деньгами и пожертвованиями ему там будет совершенно хорошо жить на ближнем востоке как только проявилась вот эта сила ее остальные претенденты на мировую власть сразу заколпашили вот этой войной которая теперь на ближнем востоке развивается игроки то что какой-то иран выпустил по израилю какие-то ракеты то что какая-то ливия и так далее это все технологии технологии иран просто может быть даже и не знал и не знает что он в результате делает он думает что его где-то там обидели что ему к там кто-то подсказал приказал что он что-то понял или не понял что ему дали правильное оружие или не дали он просто выполняет вслепую ту мысль которая заложена вот в этом конфликте а конфликт ведет к тому чтобы притопить израиль чтобы он со своей религией дальше вверх в над государственный уровень не лес давайте вспомним коломойского помните такое израильский пацан действовал на украине он же был председателем европейского еврейского конгресса помните у нас были все эти я не буду их называть по фамилиям потому что они все преступники теперь уже числятся в них а раньше они были руководителями нашего того самого конгресса здесь очень много и вот эти самые теперешние руководители нашего с вами конгресса на нашей территории религиозного они теперь все сбежали в израиль и теперь считаются незаконными персонами почему по этой самой причине потому что в европе тогда и у нас стали подниматься религиозные силы которые своих хотели делегировать мировое правительство а мировое правительство выстраивается на других совершенно других форматах взаимодействия и там если и будет какая-то религия она должна быть обязательно как скрепы как связующие такое тесто клей которому поклоняются все наши народы и люди и государства вот это новая религия она должна быть уже на основании сегодняшнего оон например и естественно там уже должны быть люди те которые в других религиях никогда не задействованы или по крайней мере не являются пасторами от предыдущих религий потому что уровни сменились религии старые они управляют государствами а религия новая она будет управлять всей землей всем нашим миром вот в этом смысл поэтому когда мировое правительство сейчас формирует свои результаты свои институты мирового управления это во-первых закономерный процесс мы от него увернуться к сожалению или к радости думаю что даже больше к радости как бы это не выглядело но может быть для некоторых неприемлемо но все-таки думаю что к радости и вот это мировое правительство она естественно будет строить и строит уже все только на одной религии только на одном пасыре и государства уже не будут иметь той ценности которую имеет пока сегодня у этого мирового управления сегодня пока сил маловато но символы его проявляются голубые каски оон они уже там появились где-то как армия мирового правительства мкс там международные космические станции как космический шедевр мировой международный и вот эти вот элементики они уже везде есть возникает только вопрос кто возглавит всю эту систему на том основании как по старинке хотелось бы чтобы вот есть какой-то президент или глава какого-то государства в каком-то государстве и он обладает всей полнотой духовной и физической власти в этом государстве и он это все несет как говорится в народ в народы свою подчиненную часть людей мировое правительство оно есть оно существует оно действует первым его проявлением был одним из первых римский клуб почитайте хотя бы заглавия их докладов вы обалдеете просто от самих заглавий а кто туда входил ну естественно сказочные персонажи я уж не буду развивать эту тему и так получился большой фильм но в своей книге который скоро выйдет а там подробно об этом рассказано и прослеживаю на протяжении ста лет советского периода и нашего времени даже поэтому мировое правительство есть просто люди которые заявляют что они эксперты вот в этом вопросе они на самом деле не допущены к этим задачам к этим вопросам и просто не знают что они существуют это примерно то же самое что для человека говорить что существуют секретные какие-то подразделения о которых о самом факте существования которых человек никогда даже не слышал он никогда не поверит в это несмотря на то что миллионы этих подразделений секретных существовали всегда и существует всегда человек говорит только о том что он знает он не может рассказать о том чего не знает кто-то знает больше кто-то знает меньше кто-то может что-то проанализировать поэтому некоторые люди которые не допущены к такой информации они ее не могут просто переварить своей головой это не обязательно кто-то конкретно это много таких людей иначе воин не существовало который мы с вами видим который проходит на нашем с вами веку включая вот ту самую главную она сегодня действительно самое главное это на ближнем востоке иначе бы их не существовало если бы все знали скажем так под основу нашего с вами существования мировое правительство есть стою ли я на его стороне не знаю может быть и нет потому что я в любом случае человек старой формации так же как и вы я может быть его еще пока не понимаю но я осуществляю работу над собой и над своим сознанием и в общем то я уже немножко начал понимать то что если наша земля существует как единый организм то у него у этого единого организма должен быть единый центр управления но на самом деле это не обязательно мы берем для примера свой собственный организм у нас есть много различных печень почки легкие сердца все такое прочее но есть и координационный центр это условно говоря наше сознание наш мозг поэтому знаете на каком уровне мы будем сравнивать сопоставлять структуры на таком уровне эта задача и будет нам видеться правильной или неправильной если мы анатомы и смотрим один орган его функционирование отдельно друг от друга то это государственный уровень а если мы говорим о планете в целом о мировом правительстве то это уровень целикового организма человеческого или какого-либо другого с единым управлением но уже не на уровне этих государств а сознание общего сознания общего интеллекта общего для всего мирового организма